Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад стартовал сезон 2. Сезон 2 Плеяда, который принес нам новые танки, но не принес нам ничего нового в отношении порядка прохождения данного сезона. Та же самая линейка на 3 танка, все 3 танка средние машины и меня это немножечко расстроило, потому что мне хотелось бы, чтобы здесь был тяж, ПТшка, ну в общем какое-нибудь разнообразие. Разнообразие здесь есть только в уровне данных машин, 7, 8, 9 и вот этот вот товарищ Нибулун становится второй коллекционной машиной, он же второй средний танк коллекционный на 8 уровне. То есть на 8 левел разработчики все больше и больше начинают добавлять машин в виде коллекционных. Раньше на 8 левеле коллекционных не было вообще. Что касается прохождения, вам необходимо будет собирать осколки Фортиума и для того, чтобы пройти полностью весь сезон, необходимо собрать целых 78 тысяч. Таких осколков это действительно очень много. Для тех ребят, которые могут задонатить, понятное дело, процесс пойдет немножечко быстрее и все будет гораздо проще, потому что покупая отдельные товары в магазине, вы будете вместе с этими товарами покупать и осколки Фортиума. Точнее получать их типа в нагрузку. Для тех ребят, которые задонатить не могут, приходится рассчитывать только на свои силы, вы сможете существенно повысить количество осколков Фортиума, если будете играть не только в обычных боях, но будете заглядывать в рейтинговые бои. А там, кстати, будут давать по целых 50 осколков за каждый бой, то есть не за победу, а просто за участие в бою, начиная с Серебряной Лиги. И таким образом вы сможете в неделю собирать до 500 таких осколков. Я соглашусь с вами в отношении того, что это не так уж и много, но в любом случае это лучше, чем вообще ничего. Что касается второй возможности, так это турнирные бои. Вы можете заходить в быстрые турниры, вы можете заходить в регулярные турниры и благодаря вот этим вот всем турнирам забирать еще до 500 осколков каждую неделю. То есть это тот лимит, который вы можете забрать. Вы можете забрать этих 500 осколков, в принципе, за день, а можете растянуть удовольствие на целых 7 дней. Здесь уже решать вам и все зависит от количества свободного времени у вас. Что касается самих машин, я думаю, что в любом случае это интересно, это классно и стоит немножко поиграть для того, чтобы забрать хотя бы себе того же самого Василиска и возможно даже забрать себе Небулона. Что касается девятки, то я больше чем уверен, что сколько бы осколков вы не собирали, играя в рейтинговых боях, либо играя в турнирах, плюс проходя мини-квесты, вы все равно не доберетесь до вот этого вот товарища, чтобы хотя бы в базовой комплектации его взять, потому что здесь необходимо целых 39630. Но возможно, возможно, мало ли, может я неправильно посчитал и у кого-то все-таки духу хватит забрать все три машины, но больше чем уверен, что девятку на полную вы не прокачаете точно. Вместе со стартом второго сезона сразу кинули вот такой вот маленький квестик, квестик плеяда, который позволяет просто, просто сыграв 15 боев за отведенное время в 4 дня, а я соглашусь с вами в отношении того, что это действительно очень малое количество боев, которые необходимо сыграть за 4 дня, вы получаете 260 осколков, плюс 260, плюс 260 и если я правильно посчитал, то суммарно получается 720, нет, 780, простите, немножечко ошибся. Так вот, практически 800 осколков вы сразу отсюда забираете. Что вам это дает? Давайте посмотрим на цепочку и посмотрим, что мы получаем. Для того, чтобы забрать вот этого товарища, вам необходимо 3720. Но в целом, ребят, не все так плохо, не все так кисло, не опускайте нос, потому что играя в своем клане, вы будете получать здесь тоже осколки фортиума по 32 осколка за каждый уровень, который вы будете проходить. Что вам необходимо для того, чтобы эту цепочку проходить? Вам необходимо быть в успешном клане и если у вас такого клана нет или вдруг, вдруг по какой-то причине вы состоите в клане, но он не является успешным, внизу в описании видео вы найдете название тех кланов, которые мною созданы и плюс еще один будет создан. Поэтому вдруг вам необходим успешный клан, пожалуйста, отправляйте заявку, я вам правила клана в ответ, вы их принимаете, но и милости просим, давайте вместе зарабатывать осколки фортиума и строить успешные результативные кланы и приятное доброе игровое сообщество. Для того, чтобы посмотреть на те машины, которые можно забрать в сезоне 2, я предлагаю переместиться ко мне на пресс-аккаунт, где они уже благополучно мною получены. Итак, друзья, переместились на пресс-аккаунт вот этих 3 красавцам, давайте будем заценивать для начала внешний вид. Ну, скажу откровенно, свое мнение в отношении семерки очень-очень скутненько, не настолько все интересно, не настолько все круто, как хотелось бы, но, кстати, ребят, что самое интересное, что вот эти вот осколками фортиума украшенные части машины являются дополнительно забронированы. На броне я это обязательно покажу, и это такая себе защита от фугасов, по правде говоря. Что касается Нибулона, то Нибулон мне нравится прям вот на все 200 за счет вот этих вот вращающихся деталей. Это действительно супер круто смотрится, он прям рвется в бой для того, чтобы всех сожрать, всех перемолотить на какие-то болты и гайки. Ну, и здесь вы тоже видите осколки фортиума, а точнее части танка, которые отлиты из этих осколков, ну и, соответственно, они тоже добавляют брони. Ну, и венец, венец всего этого, это вот этот вот товарищ Глейсер, если я правильно читаю его название. У него есть движущиеся части на башне, которые смотрятся действительно классно, интересно. Люблю наличие подвижных частей на машинах и в их внешнем виде. Есть огромное количество вот этих вот экранов из фортиума, которые тоже добавляют брони. Но, как я уже сказал, это больше защита от фугасов. Хотя, ребят, защита от фугасов неплохая, действительно, не кисло помогает. Что касается машин самих, я не буду сейчас делать обзор на каждую из них по одной простой причине, потому что видео тогда получится в целый час длиной. Я хочу сделать честные обзоры на каждую из этих машин с заценом брони, с заценом ТТХ. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть честные обзоры на данные тачки, которые выйдут на канале с периодизацией, грубо говоря, где-то в полчаса-час с момента выхода данного видео в эфир, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход обзоров на эти машины и не только этих видео. Плюс к тому, ребят, уточнюсь, то название клана, которое написано в описании видоса, а именно GSN Start, оно будет актуально где-то через день. Дело в том, что данный клан будет организован буквально в течение 24 часов. Вот так вот, ребят, классные машинки. Что касается, забегая наперед, по техническим характеристикам, это средние танки. От них не стоит ожидать, вау, какой-то имбовости, понятное дело. Но само орудие, допустим, у той же семерки, мне нравится. 2400 единиц ДПМа, 5,5, грубо говоря, секунд времени перезарядки, нормальный уровень пробития и средний урон в 225 единиц, да еще и угол склонения орудия в минус 9. Это действительно очень классное, хорошо сбалансированное орудие. Что касается Нибулона, у данного красавца орудие, понятное дело, что для седьмого уровня рассчитано 2290 единиц, неполное там 2300. Здесь уже будет 7,3 время перезарядки по орудию. Здесь будет пробитие в 218, которого больше, чем достаточно, чтобы как средний танк играть на своем восьмом уровне, если вдруг чего, можно будет заряжать еще и подкалиберы на 268 единиц пробития. 280 на базовом снаряде среднего урона и просто божественное время сведения в 2,8. С очень толковым временем, господи, временем, с размером разброса, радиус разброса 0,330. Ну и опять-таки минус 9 угол склонения, что намекает на то, что играться на неровностях будет довольно-таки комфортно. Ну а что касается машины девятого уровня, то здесь, ребят, вы действительно будете немножко удивлены, потому что орудие здесь тоже довольно-таки крутое. 2,6. Напишите в комментариях, кто еще знает машины на девятом уровне, у которых время сведения 2,6 секунды. При этом имеется божеский разброс в 0,330, время перезарядки в 7,4, ну такие скорострельные машины на девятом уровне есть, но при этом все, машина накидывает по 350 единиц урона и 235 пробития имеет орудие на базовом снаряде. Но если вдруг чего, кумулятивная вам в помощь 280 и угол склонения орудия минус 10. Ребят, орудия действительно очень классно сбалансированные и действительно-действительно очень приятные в игре. Плюс к тому, у нас здесь еще есть трассирующие снаряды. Хотите узнать поподробнее вас из DAS, обязательно заходите в характеристики и вот это все прочитайте, либо просто поставьте на паузу. Короче говоря, мне лично данные машины нравятся и внешне, и по ТТХ. Ну а что они собой представляют, как я уже сказал, сейчас будут выходить видео на канале с периодизацией в полчаса-час с момента выхода данного видео, на которых мы абсолютно честно заценим вот эти новые, возможно имбы, а возможно просто фан-машины. Кстати, ребят, забыл сказать, если вдруг вы будете данные машины забирать, но будете иметь желание их продать ради голды, чего я лично вам не рекомендую делать, потому что за машину 7 уровня вы получите всего 500 голды. Что касается восьмерки, да, здесь получаете немножечко больше, но все же потеть ради того, чтобы получить всего лишь 1000 золота, мне кажется бессмысленно. Ну а что касается девятки, то понятное дело, что она тоже будет дороже, но я бы не сказал, что настолько, чтобы и ее имело смысл продавать. Всего лишь 1500 золотом. Короче говоря, машины в коллекции, машины ради фана, по крайней мере для меня. Я планирую хотя бы что-то из этого сезона себе забрать, как это было в первом сезоне. Регрессора забрать сил не хватило, не хватило денег реальных в кошельке. Ну а что касается семерки и восьмерки, то я их забрал и рад тому, что они находятся в моем ангаре, периодически выкатываю ради фана. Я побежал снимать честные обзоры на данные машины, а вы прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.